так запись пошла друзья чистый экспромт что мы сейчас будем с вами делать мы пришли на мою кухню это кухонный стол другого нет для работы скромность украшает и это за стол является рабочим здесь творится чудо здесь сорта немыслимые невиданные для всей россии для всей российской науки и для всего даже можно сказать для мировой науки потому что все это роскошь растет в нашем саду нашим я имею ввиду себя Сергея Железова вот племянница вот она не хочет сказал снимать его пол оборота вот значит это Юлия Юлия Сергеевна Мельникова если когда-то со мной что-то случится вот как шла эта работа так и будет потом мы ей у нее появится вторая фамилия не паспорте а мы имеем право псевдоним Мельникова-Железова и больше доверия будет я буду это сказать потому что ну мягко говоря я не молодею теперь сам процесс и так сейчас идет сертификация сегодня какой человек я не помню 15 февраля так до средней высадки середина февраля это например средняя полоса России это значит два месяца пора когда человек получит уже покажи упакованную 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 вот а там это не они вот там а нет песке ну давай покажем вот это целая наша кухня вот она когда человек получит возможно через два месяца здесь появятся корешки просто появятся корешки самый момент высадки если скачет садить не задумываясь и никаких этих до долеживания холодильники никаких подоконников с этими с горшками сразу землю как только на тает на пол стыка лопаты хотя бы вот этот побед теперь дальше давай вначале хорошим закончим пока грузом покажи то что у нас не покупают такие косточки академика пианиста огромные ну-ка громче говори такие косточки академика пианиста просто огромный вот они смотри мы не выбирали смотри вот они все такие да разорви одну любую сейчас дело в том что получилось так что их не покупает никто вот это шедевр это супер сорт это по крайней мере на привитых деревьях вот на привитых деревьях на ладони возьми несколько штук вот вот так вот на привитых деревьях это 100-120 грамм транспортабельные твердые 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 долго лежат это есть главное достоинство и позже просыпается позже засветает позже созревает это значит что это самый уникальный сорт на всех случаях жизни почему здесь написано академик пианиста вот у него есть как назовем его половой партнер рядом растут два дерева не у меня черевушках у пианиста вот академик это мой саженец выросший мой а второе дерево поздний филиппева такой же огромный вот и можно ожидать еще более позднее так назовем позднем и в результате получается уникальное потомство уникальнейшее потому что меньше попадает под заморозки урожай практически ежегодный и так далее так далее но сейчас она будет покажи как ты это делаешь а у нас еще нет ладно у нас не готова не готов 40 песок как-то выглядит 6 этих долей вот мы берем песок и прямо кружкой черпаем вот из этих самых из этих из этих самых запас запасу наши это с карьера и и 6 частей песку ну сейчас пока ладно а тебе же надо работать так работайте или сергеевна вот сейчас примерно получается 6 к одному сейчас она все это перемешает вот открываем вам секрет мы делаем на глазок потому что у нас глаза набиты на это вот сейчас мы не делали 6 к одному мы просто насыпали на глаз если сейчас окажется что чуть-чуть не хватает добавим а вам чтобы каждый раз сейчас полностью перемешаешь покажешь вот так на ладонях как он выглядит сжимая ладонь а для вас не надо заморачиваться 6 к одному вот если какие-то другие места песка используются там эракулит или этот самый еще есть кое-что ну там нам другое соотношение но мы этим не пользуемся мы не знаем вот сейчас мы все это увидим и потом я еще покажу несколько баночек нет сейчас покажу пока она мешает жердель практически не покупают это украина это херсонская область это лично я привез черенки привел на маньчжурца потом у нас уже пошло потомство чистой уже не привитой жердели значит кисло-сладкая но очень вкусно ни одно в бенчике подмерзший вот он юг украины это уже получается вегетативное потомство двух сортов жердели и маньчжурского абрикоса потомство вегетативное но как видите морозостойкость уникальна она досталась именно от маньчжурца вот и для европейской россии лучше ничего нет мне будет вебинар а нет сейчас у меня было кино которое выйдет на моем канале сегодня вот был разговор с этой самой женщины вот это был учебный разговор мы говорили о колновидных яблони и о том что на свете нет ни одного коловидного абрикоса а их продает миллионы ни одного коло видной груши а и продают миллионы ни одной коло видного пешка Миллионы продают, то есть торгуют воздухом, а точнее дровами. И вот она в конце этого фильма взяла и сказала, в Нижнем Новгороде у моих знакомых или там у друзей ваши абрикосы, я еще говорю потом, смотри, подумай, что я тебе подговорил, но все было искренне. Ломятся деревья, раз, и ломаются подставки под деревьями, которыми пытаются спасти уже не урожай. Ветки спасти. Вот это и есть самый феноменальный сад. Это и есть самый феноменальный случай, я считаю, во всем садоводстве России, а может быть и по всей планете. Ну а дальше что? Ассортив номер один. Здесь что мы имеем? Видите, огромные плоды, вот такие же точно. То есть здесь смесь Королевский, Академик, Серафим, Амур, Артем, Бай, Мичуринский. То есть ассортив крупноплодных абрикосов. Только сейчас я начал их трансировать. Никакой халтуры. Видим, готовим. Смотрите сюда. Академик уже железо, вы видели? Без обмана, такие же точно. Только уже из моего сада. Ну, может быть, на несколько грамм мельче. Почему? У меня эти мои академики, я опять отвлекаюсь, эти академики у меня живут вместе с, в одном саду вместе с плебеями. Назваем их так. Вот плебеи, видите? Вот они. Вот. А дальше происходит следующее. Началась, вот она, началась стратификация. Вот первые две банки. Амур-сельцевый и абрикос ассортивный номер один. Тот самый. И вот там вот, приглядитесь. Ну, ладно, я уже показал несколько минутами раньше. Эту свежую. Что еще показать? Что еще показать? Что тут еще? Ну, то, что под рукой. То, что под рукой. А, стратификация. Вот она. Пока я там у окна был, тоже одну успел. Давай показывай. Раз, два, три, четыре, пять, десять. Мы, к сожалению, упаковали. Все, вот они сухие. Но покупают так плохо. Хотя это единственная коллекция. Не единственная, но лучшая коллекция в России. Вот. Так плохо, что я знаю, что будет где-то в мае. В мае мы половину или три четверти этого выкинем. Нет, не выкинем еще. Мне говорят, а почему-то не раздать. А знаете, как получается? Ждешь до упора. Потому что весь май у людей это тоже. Это как бы учеба, ребята. Позднее зажигание. Но зажигание. Или я еще по-другому называю это обострение. То есть уже все сроки вышли, а заказы идут. Именно тогда, когда, казалось бы, уже деревья цветут. Вот. И тут на страхе риск. Я, конечно, скидки делаю. Вот. Высылаю побольше. И я маленько заработаю. И люди уже, допустим, не 9 из 10 получат, а, допустим, 5 из 10. Тогда получается из двух пакетов те же 9, те же 10 из 10 абрикосов. Но из двух пакетов. И жду.